я приветствую всех посетителей киберспортивного портала goodgame.ru с вами баневур и мы сейчас прокомментируем вот от первого лица китайского хумана тхо против корейского андеда сусирии на турнире pgl 2008 3 сезона pgl и мы видим что там рекламируется adidas в общем-то ради этого турнир и создан чтобы прорекламировать adidas будем сейчас видеть все что делает их очень полезная штука особенно для хуманов которые я думаю многое узнать из этого года как нужно контролить играть что нажимать и посмотрим все это глазами тхо ну начинают раскликиваться начаться игра тхо делать стандартную застройку алтарь казарма фирма прокликивает своих рабов отправляет их вручную на рудник для того чтобы немножко покликать потренироваться мы чтоб они быстрее бегали добывали золота вообще тхо конечно очень интересный игрок китайский тхо больше похоже то ли tn-300 то ли т.о.о. больше похоже на серийный номер а не на никнейм ну видимо в китае просто развита промышленность там даже про геймером сразу присваивать сильные номера все научился играть варкрафт восхищаешь свою страну присвоили сильный номер и вперед на защиту родину чип же является организм и все под контролем китай коммунизм процветания очень очень хорошо рис вкусно так заказывается первый герой паладину вот начинается уже извращение тхо что такой паладин вообще паладин то наверное самый анти андетский герой потому что он помимо того что может лечить своих он может лечить еще и андреда у него есть замечательно луч самурая луч прожектора который просто направляет куда хочет ман он стоит мало плюс у палыча есть второе замечательное второй скилл такой как да иван шилд или просто народе диван который делает его абсолютно неуязвимым ни к магии ни к чему чего невозможно общение с этим шилдом он прибегает на базу к андеду и начинает унижать своим лучом под шилдом околитов это мы наверняка сейчас увидим но для начала палыч должен прокрепиться до третьего левела чтобы луч мог как следует унижать околитов лечение второго левела убивает околита сразу без шансов мы видим что много ментов берет тхо срывает ставят башни нам и не значит скорее всего будет ставить экспан прибегает дк что-то на халявить ничего у него не получается на халявить еще одна ферма башня будет грейдится сейчас посмотрим закажет он еще рабов или нет кольцо защиты ну так в принципе для силача защита нормальная штука потому что вот прибегает там ну хоть моментом пытается отвлечь по стандель от нормального криппинга нормально вообще жизни но это так это отдача так вот что я говорил а ну да защита для силача это в принципе нормальный айтем потому что у них как правило у героев сильщиков у них много хп но слабая защита как это так получается у ловкачей большая защита но мало хп то есть если фактически сильщика кольцами закупить как следует то он становится почти не убиваем на высоком левеле куда мы бежим так зачем мы бежим мы бежим в сторону магазина нужно купить там сапоги обязательно может быть купить там персональный телепорт но это обязательно тоже условия ты играешь в сильщиков но что он медленно бегает и не догоняет вообще ничего не догоняет с кем драться кого бить да вот и мы и купили персональный телепорт и сапоги криппим ментами и фитмейнами еще одних зеленых бамбриков здесь тхошный палыч должен получить себе второй левел и видим что очень много рабов не делается great а значит что действительно тхо будет закладывать т2 и вот видите видели как он грамотно палыч им просек приходом деда на клиппинг но скорее всего андет он отвлекает отвлекает гулик сейчас делает персональный телепорт на футмена и скорее всего да будет крепить лагерь наемников можно быстрее не спешить с экспандом тхо нужно просто как следует прокрепить паладином чтобы с третьим паладином можно было удобнее отбиваться от раша гули во время постановки экспанда гораздо удобнее с третьим маемом третьим паладином это делать так сейчас очень важно какой нам достанется девайс одеваясь может достаться хорошие а достается не очень а малей защиты друг фигня и как там там называется в общем полная фигня досталась хуманскому герою и все значит этих мы отправляем этих мы берем и бежим ставить нычку андет должен это просечь и должен обязательно гулино такие изучили щитки футменом тоже очень грамотный ход потому что можно сразу начинать крепить живного синего тролля сколько стреляющий тролли вообще строля с угром а стреляющий тролли вообще никакого дамага практически футменом не наносят и защиты и вот приходит андет посмотрите как по виду намного больше андета просто его гораздо больше пытаться забежать гульками туда под в паладина не получается прибегают менты с базы берется троллище стреляющий берсеркер в лагере наемников начинается битва но палыч пока что палыч еще не третий не должен быть хотят нет нет он же закрепил там монстр скорее всего уже 3 паладин еще одного добиваем не успевать замахнулся до какой вам не успел бросить можно просто полечить дека несколько раз и просто он уже будет тогда желтый красный и будет проще убиваем там еще куда енота контроля хватает стоим стоим ждем там путин грамотно на разведке стоит ждет тоже подхода андера а подход должен быть потому что сейчас будет строится нычка закладывать сразу две башни милиционеры готовятся тоже ставить экспорт видим блуждающего дека вот это заканчивается грейд на т2 и он скорее всего возьмет кого-то второго героя ставим магазин чтобы здесь можно было ману покупать потому что сейчас понимаем что битва будет возле экспанта мы там экспанта мы там глухо застроили мэйны то не пробежать никак плюс там есть башня уже ставим экспант есть тролль лекарь то есть два лекаря сейчас в армии тх и тролли паладин и начинаем ставить нычку перчатки еще достаются паладину прибавляя ему в атаке делаем разведочку продаем ненужный девайс и вот приходит панда андер приходит с пандой это очень неприятный момент сейчас тут же лечим гулю панда первое дыхание отнимает нормально хп у пизанта в гуле начинают фокусить по троллю берсерку берсерка лечит да лечение второе без сомнения продолжаем продолжаем фокусить еще одно дыхание панда уже желтеют крестьяне мы их отводим вниз чтобы панда к ним не добралась сами ставим живую щит из футменов еще одно лечение все красная панда дышит еще одно дыхание все просто умрет у нас нет ман больше на лечение очень неприятный момент сейчас хуман должен удастся но достроились две башни гвардовские и гуле начинать получать свою порцию дамага прибегают свежие менты с мэйна красный футмен еще одно дыхание панды еще одно но панды скорее всего уже нет маны на это самое дыхание и не успевает панда вот еще одно дыхание на всех здесь убила обидно конечно засадно но сейчас магазин уже достроился мы отступаем под магазин сейчас будем там лечиться и корова и волчица и жучок и паучок достроился экспант панда дышит но криво там только двое получат но по-моему сдуло все-таки раба но андеда уже не осталось были очень быстро ложатся от двух вородовских башен еще и тролля не успеваем убить тролль бежит в сторону крипов отдаваться панда бежит за ним удар и нет скорее всего успеет роль а тут в это время еще подлечиваем дк и в общем то можно сказать что отбился тхо от раша андеда очень опасный раш очень неприятный и многие хуманы на этом сливаются неопытные хуманы которые еще не умеют хладнокровно так контролить и отбиваться потому что на вид когда пришел гулей у него была почти пачка был дк сначала потом пришло пришла еще и панда с таким же количеством гулек от 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 хуман очень грамотно отбился за счет но за счет чего отбился за счет двух гордовских башен которые успели достроиться за счет паладины которые до лечила тангулей за счет прибывших с мэйна милиционеров в качестве подкрепа начинаем покусить башню прибегаем еще раз на уже двумя героями потому что много гулей потерял андеп вот за счет всего этого мы отбились и чувствуем себя сейчас в общем то неплохо репим башню сами клипим паладина продолжаем докрепливать его до лечит полностью футмен это точно 2 ну там естественно 2 сейчас уже 4 левела скоро станет паладин и у него будет 2 диван тогда уже можно будет бежать на базу к андеду унижать околита в общем то здесь уже база защищена и понимает такого что он дать не придет больше гулями поскольку он много порастерял а им нужен сейчас лет потому что надо вообще выяснить во что идет андет ставит ли он две бойни и будут ли это масс-дестройеры или что это вообще будет тогда если это не дестройера но скорее всего дестройеры бежит паладина вниз вниз куда а потом dk увидели мы сейчас одно лечение есть еще мана или стыка убегает в шоке в другую сторону паладин его не догонит фанда бежит на свою базу фанду лечить к сожалению так нельзя так она адрес к прибегает дк лечим бьем у ее вообще какой бред как там оказался дк вообще ой вообще так неприятно потерял мейн героя сейчас с усилия и мы ставим башни потом увидели что андет готовится к выходу в дестройеров мы увидели бой мы увидели а ну в общем и дефенсимся по полной программе у нас ресурсами все в порядке дк в алтаре нет мы увидели только одну бойню и на всякий пожарный мы ставим башню футмену со щитами в общем прижал ты хочешь они 2 2 бойни да что-то я я не увидел таха увидел ну правильно игра то не я такого поэтому он молодец а я нет 2 бойни это будут дестройеры точно значит нужно ставить как можно больше башен к сейчас задача у хумана за дефенситься это во первых во вторых прокачать сейчас пока еще есть возможность палача закрепить все жирные точки чтобы андет не качнул панду и дк и потом бегать андету и убивать ему пока линдов самому же отбиваться на мэйне и на экспанде от первой атаки дестройеров и а построить к ним какую-то контру пока может быть контакт дестройером это могут быть либо вертолеты но здесь есть панда поэтому не очень наверное хочется видеть вертолеты тихо а есть еще вариант рифлы и хак но рифла опять же это панда дыхание там пары дыхания рифлы промахиваться куда большой бутылев хп 2 свиткой ну инвиз вот это уже все инвиз это в сторону базы андеда это уже мы бежим это мы уже бежим халявить околитов рейндж у лечение достаточно большой сколько башен боже мой так проверяем не ставит ли андет нычку не ставит делаем great на т2 вот сейчас мы уже не спешим нам сейчас мужики сделали все обязательные ходы мы затуретились мы все экспант поставили палча прокачали теперь мы будем ждать какой-то контракт дестройер а вот и вот паладин под инвизом забегает есть дырка там проход к околи там грейдим еще три башни крепим еще зеленую точку блин там паучь про как лево так скоро паучь получит 5 лево что он уже закрепил много точек я сам возьму палыча мы посмотрим да почти 5 лево он сейчас его пол ждет 5 лево поэтому он стоит в инвизе вот 5 лево получается паладин и сейчас а прилетают первые дестройеры начинают добивать башни на мэйне первые дестройеры с маной убивают любые башни любыми грейдами это просто невозможно отбивать но андет хуман грамотно застроил свою базу то не пройдет не панда не дк глухая застройка поэтому ага какого персонала телепорт делать на свою базу лечит дк и пытается ну сейчас нужно просто отогнать андета от своей базы как нужно пытаться подамажить дк панда ворваться не может хотя вот она все-таки пытается как-то вдохнуть будет дышать или нет манда есть дышит все краснючие пизанта и вообще все плохо сюда прибегает паладин начинает бить панду контр с дестройером то пока никакой нет грейд на т3 делается башен тоже не остается дестройеры убили очень много башен и сейчас они накажут там очень много пизантов но вовремя читать свиток тхо однако там еще есть две башни туда бегут пизанта в надежде за ними спрятаться и ставим две башни грифонов нам экспанде третью закладываем значит будут хавки хавки как контра к дестройерам но это вариант конечно хавки будут пожирнее чем вертолеты а посему панда их не так быстро сдует ну и во вторых у хавков на c3 есть такая способность как туман которая позволяет затыкать андедовские зигураты и можно убивать просто околитов вообще за даром но это это уже второй вопрос самое главное что это контр к дестройерам томбов экспириенс боже мой почти половину 6 левела получает вообще когда у вас пол шестого чего угодно это плохо но вот в данном случае для палыча на пол шестого опыт это отлично просто это великолепно это повезло бежит он за панды панду лечить не может но пачка много десерт плита один к раз немножечко нет не контролирует усилия там башни ударом в голову добивает дестройера тхо но последняя башня остается ее без сомнения снесут первые хавки сейчас нужно андеду как можно больше унизить экономику вот сейчас он это преимущество ему нужно просто пытаться как-то нарушать экономические его действенной базе то есть убивать попросту колитов и пытаться как то отбиться башен у хумана не осталось и он просто сейчас должен пытаться всеми подручными средствами отбить этих дестройеров если он их отобьет первых то все можно сказать что игра уже сделано подручными средствами в данном случае служат хавки и покупающиеся в лагере наемников тролли берсерки с хорошей пирсовой атакой под дестройеров паладин с третьим лечением это конечно очень серьезный парень и он очень сильно дамажит как от дэдкнайт а так и околитов гулик тоже убивает сразу без проблем и бежит в сторону андетской базы сейчас врубит дайваншилд должен по крайней мере об врубая дайваншилда до успел получить от морозной башни там зиккурат и две морозные башни оббегаем все серия видите как грамотно колитов сразу отводит подальше но все-таки достает лечением паладин до колита проверять достает до следующего достает отлично в это время копит хавков что творится он это вроде бы он провел хорошую атаку вроде бы он сумел убить все башни у хумана на мэйне и автоматически стали абсолютно беззащитными все пизанты но по таймингу тхо сделал все настолько грамотно что вроде бы как и преимущество вроде бы как и нет объясню почему с одной стороны беззащитный мэйн у андеда у хумана вот сейчас столкновение создать и посмотрим столкновение хавки против дестройеров хавки получают от фланды паладин так начать покусить берсерка некоторые дестройеры с маной прибегают гули начинают грызть еще одного тролля берсерка он упадет но хавков ничуть не меньше чем дестройеров радует палыча не убить я уверен него большой бутылев кафе у него еще диван он читает свиток против фланды сейчас будет туда вот он читает свиток против фланды начинают пропустить дестройеров у нас трех с трех башен грифонов прилетают свежие хавки а главное что у нас есть на это ресурсы в отличие от андеду которого экспанда нет и он дестройеров просто в бухал все свои деньги это единственная возможность сейчас выиграть ряд еще одного дестройера выходит маунтинг это просто может быть концом смотрите что делает маунтинг у него есть сейчас на три молотка там панда пытается уйти но банду нельзя полить полечить хайлом фанда получает молоток и начинают хавки и фокусить дк бегает возле панды но ничего не может сделать у него тоже нет по моему телепорта еще один молоток фокус хавков и панда падает боже мой он убивает панды они убили кейнин кошмар так вот в чем же секрет этой стратегии в поздний экспант туретини и выход в т3 у хумана с первым паутом секрет в следующем андед сейчас в бухал все свои деньги в деструйеров просто все у него нет экспанты у хумана же постоянно подкрепа в виде денег и даже когда ему обезоружили мэйн и там не осталось башен на экспанде все отлично работает что же касается андеты то у него все меньше и меньше ресурсов остается и убийство околитов пятым паладином а оно будет обязательно у него 2 2 2 господи две банки маны то есть диванов будет бесконечно будет бесконечно лечений он будет постоянно убивать околитов отвлекая таким образом андеда от атаки своей единственной армии деструйерами своего мэйна потому что он тоже будет убивать мэйн андеду а учитывая то что у хумана есть еще экспант шестой левел у паладина шестой левел вот смотрите приходят андед на мэн кумана начинает убивать беззащитных крестьян но здесь то они еще есть и бегут неужели будут еще один экспант ставить тхо куда ты бежишь куда ты бежишь своими крестьянами паладин ну во первых ведь околиты стоят сейчас сверху рудника строить зигурат сусирия чтобы хоть как это образом отгородиться от палыча по характерному звуку мы слышим что убивают околита убивают уже 2 околита паладин отбегают у него закончился диван а новый еще не появился он стоит и ждет убивают еще гультом часом точнее не часом и своим лечением врубает снова диван и начинает еще минус околит то есть андед начинает здорово терять экономику он не добывает золото и у него есть только пачка этих деструйеров все сусирия пишет gg выходит ему не нечем сражаться у хумана есть экспант у андеда заканчивается мэйн и не на что просто строить новую армию понимает сусирия что он построит что точнее хуман построит еще новых хавков может теперь уже строить и кнайтов и просто убивать андеда андед отбиваться будет нечем вот такая вот игра вот такая вот стратегия через паладина вот такой вот турнир по гель 08 вот такой вот хуман тхо спасибо всем кто слушал и смотрел этот вот с вами был бы не вур до новых встреч пока пока